всем привет как всегда на связи мама бетс меня зовут роман со мной как обычно андрей здорово андрюх всем привет и тема сегодняшнего подкаста юси fight night который пройдет в австралии где главном бою сойдутся до сантос против тайвасы ну собственно начнем с самого первого боя здесь еще кстати на сайт юси не добавили этот бой как и с прошлым картом тоже был один бой там не был добавлен ну да решили теперь не проебываться и посмотреть на сторонних ресурсах бои чтобы не пропускать как получилось на предыдущем карте ну да тем более этот бой будет интересен я думаю не некоторым особенно потому что здесь дебютирует дамир и смогулов против алекса горгиса дамир и смогулов должен был встретиться с джо даффи но джо даффи получил травму к сожалению и не смог выйти на замену уходит алекс горгис алекс горгис выступал до этого преимущественно ну собственно в австралии последние бои он проводил бы промоушене хэкс ну такой достаточно неплохой австралийский промоушен у него поражения нет кроме одного боя все закончены досрочно также неплохая любительская карьера где кроме одного боя также все досрочные победы ну преимущественно он ударник в стойке предпочитает проводить бои достаточно опасен также можно о нем сказать что борьба у него в общем то есть но он все-таки предпочитает партер не не переводить на защита ну более-менее неплохая и можно еще отметить что уровень оппозиции у него весьма весьма был слабый вот только в последнем бою он сошелся с бойцом ну относительно получше уровня и как часто бывает с такими бойцами которые все заканчивают досрочно у него это будет решение дошел но адамир и смогулов я думаю многие кто следят за российским ума прекрасно знают что это за боец чемпион м1 доминирующий и у него сейчас очень такой длинный победный стрик в м1 он просто всех по перепобеждал кого можно ну всех топов этой организации и ну сейчас для него настало время перейти на новый уровень как мне кажется достаточно хороший шанс особенно учитывая его соперника ну и здесь коэффициенты расставлены следующим образом дамир и смогулов 1 22 алекс горги с 42 что думать здесь андрюх по делу все да на самом деле все предсказуемо здесь как по мне никаких сюрпризов в линии нет достаточно многообещающий проспект который ну как-то уже правильно выразился просто всех перепобеждал кого только можно есть некоторые вопросы к нему как он выступит в лучшем промоушене на планете земля но по своему выступлению в м1 челлендж ну у меня никаких вопросов нет он смотрелся просто прекрасно и сейчас у него соперник вышедший на коротком уведомлении который и близко не встречался с оппозицией с которой приходилось конкурировать до миру ну я не знаю это на бумаге это мисс матч как бы все прекрасно знают что такие коэффициенты для ставок особо рассматривать не стоит но на бумаге повторюсь это именно так здесь никаких я думаю сюрпризов не будет ну да здесь я думаю да мир должен проходить в любом случае он более он просто объективно более разносторонний боец более опытный и будет уже интересно смотреть что он дальше будет показывать но мы перейдем к следующему бою и этот бой уже есть на сайте кейта накамура против салим то ахри ну кейта накамура последнее время чередует победы и поражения ему уже 34 года сейчас и если вот брать его последние бои то здесь были поражения ну достаточно хорошим бойцам на самом деле тому бризу элису залезки и тони мартину всем он проиграл только решениями и победа над кайлом науком и алексом марона сплитом но что касается его соперника здесь опять же ну как минимум мы сразу отметим что он опыта у него намного намного меньше потому что он выступал таких достаточно небольших прям локальных организациях и оппозиция там но объективно говоря прям достаточно была слабая тут буквально ну там можно выделить там одно двоиме максимум вот ну и и собственно в юси он уже успел дебютировать провел один бой против варли алвиса этот бой проиграл решением после чего получил травму и вот сейчас после травмы получается у него простой чуть больше года он встречается скейте накамура накамура здесь идет фаворитом за 1 на 48 салим тухри за 2 и 6 ну вот собственно вот такие расклады как думаешь андрюк что здесь за кого поболеть ну на самом деле это достаточно интересное противостояние но для меня они слишком интригующие потому что несмотря на то что накамура уже борец и боец и борец зрелый и он провел уже огромное количество боев он по-прежнему остается в строю и достаточно упорно конкурирует с бойцами которые если но не топовый то достаточно неплохо себя показывают и имеют претензии на топ тот же элизио залезки до сантос или антони мартин в принципе он достаточно неплохо там смотрелся я думаю то что более молодого соперника он сможет тупо переиграть партере у него неплохие переводы у него очень хороший грэплинг да не самые большие габариты для этой весовой но бойцовская ки у него присутствует и грамотный геймплан выбрать я думаю для него не составит никакого труда ну да собственно здесь я думаю поспорить особо не с чем хоть и накамура более здесь возрастной но тем не менее все еще при нем и в первую очередь это борьба что он показывает у него она реально неплохая и он ну просто откровенно намного опытнее и встречался намного более серьезными бойцами я думаю что здесь ну по большому счету выставлены коэффициенты по делу и большая вероятность победы у накамуры перейдем к следующему бою здесь асхан махтарян так сейчас найду его махтарян вроде как снялся вообще а да 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 здесь нас на сайте опять этот ебучий сайт не поддавали сайт кара франц встречается не с махтаряном до махтарян снялся кара франц встречается с элисом гарсией вот ну элиса гарсию я думаю мы уже могли помнить он дебютировал юси проиграл марку доллароси проиграл удушение во втором раунде ну и вообще опять же брать его карьеру до юси ну просто слабый уровень оппозиции есть у него да достаточно неплохие в партере навыки он весьма опасен но в целом опять же достаточно сложно о нем судить по одному бою который он проиграл и по тем боям которые он показывал до юси ну с откровенно слабыми соперниками что касается кайкара франца опять же этого бойца мы можем помнить по выступлению в тафе 24 до он выиграл там один бой за 30 секунд следующем встречался с александр панто и проиграл ему решением судьи затем на он выступил в райзене где также проиграл решением но потом вот прям за год буквально он провел пять боев в небольших организациях и все пять боев выиграл 3 выиграл досрочно собственно сейчас получает свой шанс в юси на вообще если на его карьеру посмотреть он уже ну вообще достаточно много где выступал путешествовал в тафе он участвовал там как раз где был то в чемпионов в качестве чемпиона одной из локальных организаций в общем ну достаточно такой опытный боец интересный и и ну будет интересно посмотреть что он покажет здесь у нас кайкара франц идет за 1 и 36 элиас гарсия за 2 и 95 ну не знаю как бы на самом деле не особо прям интересный бой что думаешь андрюх ну я думаю что для дебютанта который показывает относительно нестабильные выступления это достаточно ну большие акции и ну слишком много доверия ему оказывают даже с учетом того что он проводит бой на домашней арене это ну достаточно спорное предложение я с ним если честно не согласен до соперник гораздо менее опытный до соперник выходит на коротком уведомлении но при всем при этом он как ты уже сказал он действительно опасен в партере у него есть неплохие навыки сабмишенов и в какой-то момент если кара франц совершит ошибку ну тупо может изгавнять вам ставку вот и все какой-нибудь гильотина или чем-то в этом роде ну не знаю не вызывает у меня доверие бойцы которые появляются в юфис юфис рекордом 17 7 которые и в сабы залазили и решение проигрывали ну я не знаю если бы он провел в каком-то действительно стоящим промоушене 5 боев и одержал бы там 5 увереннейших побед ну хотя бы в титаны все каком-нибудь ну я не знаю это еще можно как-то сказать но на данный момент ну лишь мне это не интересно ну давай-то перейдем к следующему бою здесь у нас на сайте юси указан следующий бой мизута хирота против кристоса гиагаса кристос гиагас совсем недавно показывал очень и очень неплохие выступления в себе он провел там я напомню три боя проиграл только один сплитом проспекту этого промоушен шамиль уникаеву и объективно говоря это бой этот бой был очень близкий там в принципе некоторые считают что не по делу было решение но просто факт в том что он очень близкий бой показал с проспектом выиграл 2 двух неплохих бойцов опять же в рамках от этого промоушена пиментал и хендерсона батисту решением получил свой шанс в юси где встречался с чарльзом оливейра и джиу-джитсу чарльза оливейра совладать далеко не каждый может и у ягаса это не получилось он проиграл с обмишином уже во втором раунде и встречаться он будет с мизута хирота которому 37 лет на данный момент и сейчас он идет на стрики из двух поражений подряд он проиграл решением александр волкановский проиграл росу пирсон также решением вообще у него в юси только одна победа над колом миллером ну в целом такой достаточно крепкий боец хоть и опять же возрастной уже здесь кристос гиагас идет достаточно крупным фаворитом за 1 и 33 хирота за 3 и 25 что думаешь по такому бою ну вот это возвращаясь к моим словам по поводу предыдущего боя вот такой дебютант вернее дебютант уже во второй раз в юси кристос гиагас как бы да он проиграл чарльзу оливейра да но это совершенно топовый уровень в остальном крис от гиагас всегда себя показывает как очень стабильный и очень уверенный универсал он показывает прекрасный бои с бойцами которые в принципе могут претендовать и на топовый уровень типа его джоша эмита он бился в нем в промышлении в с кост и все если не ошибаюсь и показал с ним ну достаточно упорное хорошее выступление проиграл там нокаутом в третьем раунде но тем не менее в себе он показывал прекрасные выступления и для себе ну очень хороший запоминающийся боец был и сейчас с ним будет драться старый мизута хирота который в принципе достаточно прямолинейный да у него есть неплохая физическая сила кое-что он может но я думаю то что дни его уже как бойца мма подходят концу и кристос гиагас если он хочет закрепиться в этом промоушене должен такого соперника проходить просто но он не замечая я думаю что он прекрасно понимает всю ответственность этого боя и завершит его очень уверенным решением ну да я здесь склоняюсь тоже гиагасу и как я сказал хироту я вижу достаточно крепким бойцом поэтому тоже думаю что здесь более вероятно что до решения бой дойдет скорее итак мы перейдем к следующему